Приветствую вас, Аноним. Во-первых, хочется отметить, что вы не задаете вопрос, то есть вообще непонятно, чего вы хотите. В чем, собственно, ваш вопрос к нам заключается, то есть какой у вас запрос к специалисту, какую проблему вы хотите решить. То есть, да, в принципе, ситуация ясна ваша, но какую именно вы сами хотите решать проблематику, ну, не совсем ясно, потому что как бы двигаться здесь можно в нескольких направлениях. Дальше. Вы пишете, что вот прям начинаете писать, что вам тяжело принимать решение. Честно говоря, именно контекст проблемы здесь также несколько расплывается. В плане того, вы хотите, чтобы вам было легче принимать решение, то есть вы хотите научиться принимать решение. Вы хотите таки найти кого-то, на кого можно было бы переложить ответственность. Тоже не совсем понятно. Понятно. Интересен достаточно и вероятный контекст самой тяжести принятия решения. Связано ли это с неуверенностью в себе? Связано ли это с каким-то внутренним требованием того, что за вами должны решать? Связано ли это с ощущением беспомощности, когда вы чувствуете себя несамастоятельным, когда вы чувствуете себя неспособным. Это тоже нужно разобрать, раскрыть. Дальше. Вы начинаете свой вопрос так. Мне 24 года, когда мне было 19 лет, умер мой отец. Начинаете вы с возраста. Вам 24 года. Ну, я не могу не спросить, какое это для вас имеет значение. Ваш возраст. Если имеет значение, то какое? Почему вам было важно написать свой возраст? Это ценная информация. Потому что ваша проблема, в принципе, чисто формально, с возрастом не связана никак. Нет, возраст безусловно имеет значение. И я думаю, что любой специалист, консультируя вас, спросил бы, сколько вам лет. Но важнее, что вы сами об этом написали. И написали, что важнее. В качестве самого первого. Дальше. Вы пишете, что вам, когда было 19 лет, умер ваш отец. Соответственно, это на втором месте. Ну, здесь все достаточно понятно. Вот. То есть, вы потеряли папу, вы травмированы его уходом. Вероятно, вы его не отпустили. Вероятно, боль, которая у вас есть, вы не прожили. Соответственно, вас это до сих пор изнутри, изнутри отравляют. В какой-то степени на это указывает то, что боль у вас поднялась. Вообще, очень похоже, что все, что вы делаете сейчас, вот последние пять лет, вы сказали шесть, но на самом деле пять, потому что 19-24 это пять. Если вы делаете пять лет, это, вот, сложилось такое ощущение, у меня было ощущение, что, если вы делаете пять лет, это пытаетесь заглушить боль и найти заменитель того, что давал вам отец. При этом мне, как не желая, выходить из такого детского состояния, детского положения и ходить во взрослую жизнь. Ну, детское состояние это не только нежелание брать ответственность, вот. Очень часто бывает, что нежелание брать ответственность, оно не детское. Но как раз таки взрослое, потому что это естественная потребность человека в личных границах. То есть, естественная потребность человека за что-то не отвечать, если такого желания у него нет. вы же себя переселиваете, вы же себя заставляете, и естественным образом хотите от всего отказаться, потому что вам тяжело. не Дальше. Я начала совмещать работу и учебу. понимаете, вот здесь, когда вы говорите про совмещение работу и учебы, я бы сказал, что хочется вас пожалеть. Тут вот есть такое ощущение, что вам тяжело, что вы не стараетесь, вам сложно, вот. И хочется спросить а зачем вы начали совмещать учебу и работу? Нет, вы конечно скажете, ну как это, зачем чтобы помогать маме и бабушке? Безусловно. Это правда. Но хотели и хотите ли вы этого? Хотите ли вы помогать бабушке и маме? Хотите ли вы делать для них то, что вы делаете? Вот что интересно. Потому что пока на данный момент все выглядит так, что вы себя заставляете это делать. То это выглядит так, что вы делаете это потому что вам хочется это делать. Есть ощущение, что вы это делаете потому что должны быть. И вот наверное это достаточно серьезно как мне кажется проблему. Вы не свободны. Когда вы делаете что-то не по желанию, когда если вы делаете что-то не по желанию, то появляются как раз такие вот это неприятные ощущения того, что вам тяжело. Неприятные ощущения и желание отказаться от ответственности. Здесь можно выделить такую стратегию поведения, что я сознательно или без сознательно игнорирую то, что мне тяжело, доложив себя до определенного состояния, после чего позволяю себе давать подворот поворот. пускай и внутри себя будет отдавать отворот поворот тем, кто хочет заставить меня что-то делать. Так это на мой взгляд выглядит. Дальше. Было тяжело, тяжело чем. У меня есть мама, у которой проблема по здоровью и бабушка в лежачем положении, когда ухаживает мама. Мы с ними живем в разных городах, я сейчас пытаюсь помогать. Мой вопрос, конечно, прозвучит несколько, наверное, неприятно. Для вас, ну, я должен спросить все равно, а зачем вы помогать. То есть, вы говорите, что вам тяжело это делать. И я вам верю. Я верю, что тяжело, тяжело. но если тяжело, зачем тогда помогать. Вы же помогаете получается против своей воли через получается силу. для для чего? Это важный момент. Дальше. Тяжело нести ответственность за это все. то что вы берете на себя ответственность больше, чем вам комфортно, если вы берете на себя ответственность больше, чем вам это удобно, то в таком случае у вас есть достаточно серьезные трудности с личными границами. Потому как именно личные границы предполагают четкое разграничение ответственности и защиту от попадания в треугольник Карпмана, где вы являетесь спасителем, а людей ну вокруг вас является жертвами или предследователем или предследователем. это очень важный момент. Так что вопросы ответственности необходимо разбирать. Потому что пока вы не научитесь управлять своей ответственностью, вы будете ощущать некоторую подобленность, вы будете ощущать некоторый дискомфорт и некоторый диссонанс вы будете чувствовать себя, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что над вами всегда будет что называется что-то давлять. Ну когда над собой что-то давлеет достаточно сложно чувствовать себя свободно. так также имеются проблемы в отношениях. Мне уже некомфортно хочется перехода на новый уровень. А для чего? Чтобы почувствовать себя защищенной. Почему? Для чего вам чувствовать себя защищенной? Точнее по какой причине вам не хватает защищенности? Именно из-за отсутствия личных границ. Из-за размытости личных границ. Которые в том числе проявляются в том, что вы берете на себя больше ответственности чем способны. Дальше говорить об этом мне почему-то страшно. Скорее если вы боитесь что вас бросит так же как вам кажется что вас бросил ваш отец. Если честно хочется чтобы кто-то все решил за меня. Давайте исследуем это желание. Как вы к нему приходите и чего отец поднялась никакую пень. Хотя прошло 6 лет. Ну вы ее не прожили. Еще я понимаю что это так действительно с моей стороны мне по сути нужен не отец, а тот кто решит все мои проблемы. решает все проблемы это один и тот же человек. И соответственно если вы хотите такого человека то в отношениях с своим партнером вы будете вести себя как родители. Что будет отмалкивать от вас мужчину. Подсказать рассказать? опять же давайте поиследуем как появляется потребность в том что вам подсказали рассказали. из чего это высказать? Мне нужна опора и защита. Опять же из чего? Что вас такого что вам нужна опора и защита? Что вам угрожает? В чем вы не уверены что вам нужна опора и защита? Свои парни я это не вижу. Ну вы и не должны в нем это видят. Мой брат ответственный за свою жизнь видимо не хочу. Почему? Потому это тяжело. Вы сами об этом пишите. То сложно брать ответственность за свою жизнь когда вы постоянно берете ответственность за других. А поскольку только и я могу решить мои проблемы то я их предложил на оценку. Получается странно. То есть из вашего предложения вытекает что что вы не хотите решать только вы можете их решить а переложили на оценку. То есть это получается свои проблемы вы решать не хотите. Вот. Ну тоже у этого есть ваша я думаю вторичная выгода. Определитесь своим вопросом определитесь тем над чем вы хотите работать со специалистом и выбирайте и начинайте действовать. Я думаю что помочь вам более чем реально при наличии у вас соответствующего желания. всего вам доброго удачи надеюсь все получится. что вы вы что